Приветствую вас, Лера. Ну, знаете, вот моя первая реакция, которая у меня была, когда я вот ваш вопрос прочитал, да, может быть, ну, не надо избавляться от страха, потому что, ну, вообще-то, может быть, вас это защищает. Ну, как-то, может быть, вам это помогает. Вообще-то, страх нужен для того, чтобы человек имел возможность защититься, вот, мне так кажется. Я, честно говоря, не очень понимаю здесь. Страх, это вообще, ну, как бы, преднак, ну, здоровья, да, то есть, если мы боимся, значит, ну, это нормально, это естественно. Это мы боимся. Бояться, это, ну, там, порядка вещей. Бояться, вот, это нормально бояться. Знаете, в чем, вот, в чем штука-то. Вот. Почему вы хотите избавиться от страха, либо, может быть, ну, может быть, вы, условно говоря, стыдитесь, вот, своей трусости, считаете, что это, вот, ну, слабость, да, и так далее, и, в принципе, вас, как бы, ну, я могу понять, я могу понять, что вы можете действительно стыдиться своей слабости, но боятся абсолютно все люди, у которых, у которых, ну, полный, 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 более-менее полный спектр, а, учевидно, да, более-менее полный спектр проживания, потому что страх, это, ну, вообще говоря, страх, это естественно, это естественно, естественно, реакция, страх, э-э, ну, как бы, на какую-то опасность, вот, и, э-э-э, мне кажется, мне кажется, что, что с тебя описывается, ну, это, как бы, вы говорите о том, а, вы говорите о том, а как мне избавиться от, э-э, защитной реакции своей, условно говорю, ну, условно, условно, да, вот, как бы, как мне перестать, э-э, ну, грубо говоря, э-э, испытывать страх. Ну, а, если вы перестанете испытывать, э-э, страх, то вы, э-э, ну, грубо, грубо говоря, вы подвергнете себе опасности, вот, э-э, и опасность эта будет, ну, э-э, я бы сказал, э-э-э, довольно серьезная эта опасность, будет, э-э-э, довольно серьезная, потому что вы не почувствуете, э-э-э, когда, э-э-э, себя нужно защищать, вот. Я не думаю, что это, э-э-э, вот, ну, я не думаю, что это, э-э, хорошая, э-э-э, идея, для вас. Ну, вот, только и всего. Что же касается того, что вы боитесь драк, драк, то само по себе, ну, само по себе, вот, страх от драк это нормально, сам по себе страх, драк это нормально, в паунте вполне, вот. Вопрос немножко, ну, в другом, как мне кажется, заключается, да, вопрос заключается в том, что вы, может быть, ну, не можете дать сдачи, ну, просто, вот, вы, там, условно говоря, не получается, у вас, например, там, дать сдачи, вот. Вы боитесь, можете бояться дать сдачи. И, тут, как бы, уже другой момент, это, вот, может быть, история больше про то, что вы привыкли сдерживать агрессию, ну, вот, просто привыкли сдерживать агрессию, привыкли ее подавлять, например. И, соответственно, как бы, вот, ну, сложность, так сказать, она, она в этом заключается. Что вы просто, вот, ну, ну, не знаете, что делать с агрессией, вы ее подавляете, вы ее запрещаете себе. Вот, а, условно говоря, агрессия является, естественно, здоровой формой защиты, вот. Поэтому, поэтому я вас, ээээ, понимаю в этом. Вот. Я понимаю вас, но я хочу, ээээ, сказать, вот, чтобы вы научи, ну, ну, научились, может быть, выражать агрессию, ну, агрессию, чтобы вы научились выражать ее. И, все, эээ, вот, в какую-то степень, тогда, ну, проблема для вас будет решена, вот. Естественно, ну, естественно, эээ, не сразу, да, ну, потому что, у агрессии, как бы, ну, то, что вы, эээ, подавляете свою агрессию, это, эээ, не началось, эээ, вот, ну, внезапно, вдруг, да, это же определенная ваша позиция, это определенная ваша, эээ, эээ, ну, такая, можно сказать, философия, наверное, то, что вы подавляетесь ее. И мне думается, что вам на это нужно обратить свое внимание в первую очередь, а уже дальше смотреть на то, как, там, условно говоря, развивается, ну, история событий и так далее, и так далее. Зовсем хорошо, наверное, совсем хорошо было бы посмотреть на то, эээ, как вы, ну, эээ, как вы оказались в этой ситуации. В ситуациях, эээ, когда, эээ, нужно себя, там, например, защищать. В ситуации, когда, ээээ, вы, эээ, чувствуете, допустим, эээ, чтоээ, не можете этого, этого делать. Ну, не можете, в смысле, себя защитить, да, вот, и как бы вот как это у вас, ну, отражается, как это у вас, как это вами, значит, чувствуется, как это вами ощущается, вот. Мне думается, что акцент на этих вещах, да, вот, был бы весьма полезен для вас, ну, я так, по крайней мере, думаю, вот. Хотя я, безусловно, могу быть здесь не прав, вот, а ну, с точки зрения вот именно, с точки зрения именно психологии, психотерапии, вот. Вообще, вы, как мне кажется, кажется, довольно, ну, мало написали-то про себя, там, про свою, условно говоря, проблему, вот. Хотелось бы побольше узнать о вас. Хотелось бы побольше узнать о том, что вы за человек, что вы чувствуете, какие у вас есть сложности, если они есть, вот. Какие есть проблемы, вот, и так далее. То есть, как-то, вот, хотелось бы, ну, больше какой-то, вот, обратной связи, может быть, что ли. А так, получается, слишком, слишком всё, ну, в таком, ну, одностороннем, немножко порядке, вот. И это очень печально, потому что, ну, мы вынуждены гадать, условно говоря, вот. А гадать, это, на мой взгляд, довольно неблагодарная история. То есть, довольно неблагодарная вещь, когда ты пытаешься, ну, когда ты пытаешься гадать, вот. Как-то так, наверное, я бы озвучил этот момент. То есть, я понимаю, что вы, там, грубо говоря, хотите, ну, решить свои проблемы. Я понимаю, вас, я думаю, что очень круто и здорово, что вы, вот, обратились за помощью, вы молодец. Но, вместе с тем, мне кажется, что вам надо спросить себя, да, хочу ли я решить, ну, решить проблемы на самом деле. Потому что у меня есть ощущение, что не совсем, не совсем вы хотите. Вот, может быть, боитесь, может быть, считаете, что, там, слишком сложно, тяжело и так далее. Вот, может быть, еще какие-то есть аспекты, аспекты. Вот, то есть, как бы, ну, вариантов тут, ну, правда, достаточно много, может быть. А, важно, конечно, ну, конечно, немножко другое. Вот, важно, то, чтобы вы сами постарались увидеть, где начинается то, что вы хотите. И где, ну, условно, там, говоря, производно от того, что вы хотите. Ну, например, тогда, вот, вот. Поэтому, я думаю, примерно, примерно, такой ответ я могу вам дать в точке времени психотерапии. Психотерапии, психологии. С трудностью, с трудностью, нужно уметь обращаться. Понимаете? С трудностью, нужно уметь взаимодействовать. Трусость. Трусость, это не то, что, как мне кажется, нужно скрываться. и, там, ну, и так далее, да. Трусость, это, там, нормально. Вот. Но, только при условии, если вы это принимаете в себе. Если вы себе это не принимаете, если вы как-то вот, ну, я не знаю, если вы боитесь это себе признать, вот, то, ну, что, могут быть проблемы. Вот. Вот. Могут быть проблемы и проблемы, но они довольно серьезные. Вот. Такой ответ могу вам, я дать. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы определенные, вот. И надеюсь, что мой ответ послужит формированию у вас обратной связи, вот. Которая, ну, даст вам какое-то вот направление для работы над собой, даст вам возможность вырасти над, с собой и так далее. И если уж вам в силу, ну, неких обстоятельств, нужно научиться, ну, давать сдачу, например, ну, просто физическая страна, то имеет смысл выписаться на бокс, там, на какую-нибудь фейс, ну, секцию, да, вот. Чтобы иметь возможность получить, вот, практические навыки, значит, ну, практические навыки взаимодействия, взаимодействия в этих условиях, вот. Вот, наверное, то, что хотел вам сказать. Ну, именно, вот, на данный момент, то, что мне есть, может, что вам сказать, вот. Ну, вот, давайте, наверное, тогда на этом закончим, вот. Я, может, оставляю вас смысленно, я надеюсь, полезными мыслями касаемо вот этой ситуации в целом. Вот, я оставляю вас с тем, чтобы вы подумали, что вам хочется, что вам важно, вот. Вот, и дальше уже решили бы, в каком направлении вы в контексте психотерапии хотели бы двигаться. Вот. Всего вам самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok